Давайте поаплодируем! Наталью Водянову принимают бурно. В своем приветственном слове супермодель, основатель фонда «Обнаженные сердца» и мать пятерых детей пытается донести, прежде всего, до взрослых, что не надо делить детей на здоровых и особенных. Эту мысль закрепляет и новый инклюзивный парк, который так торжественно открывают. Когда я открывала свой первый парк, я помню вот это ощущение, когда дети, ну вот просто как будто бы нету никаких забот, никаких, ну как будто бы они никого вокруг, никакой прессы, никакой Натальи Водянова, они просто счастливы быть, кататься на горках, на качелях. В тот день я решила, что это то, чем я буду заниматься. Яркий, большой, безопасный, а для матери солнечного ребенка Юлии Заливацкой главное, что ее сын здесь сможет играть вместе с другими детьми, что очень важно для адаптации. Ты любишь с кем играть в футбол? С братом. С братом и с папой. С папой. Инклюзия на самом деле очень важна, очень важно, чтобы вот такие дети смотрели за обычными детьми и повторяли за ними все эти упражнения и копировали их. То есть детям они тренируются. Обычные дети это, наверное, самые главные тренеры. Вообще-то дети хорошие. Ну, я обычно отношусь. Вот площадка вот эта очень мне нравится. Был много уже тут раз. Спасибо, кто это построил. Для фонда Натальи Водянова это уже 190-й такой парк по стране. Но к Мундиалю они специальные, с футбольными площадками. Таких по стране будет лишь 11. В Ростове открыли третью. И эта площадка, пообещал городоначальник, будет постоянно доступна всем желающим. А парк Чуковского станет одним из красивейших. Площадка будет открыта. Я сказал, что эта площадка станет стартом для дальнейшего развития и строительства этого парка. И мы действительно его сделаем полноценным, доступным для людей в круглые сутки. Первый официальный матч на площадке объединил в командах атлетов специальные олимпиады с ментальными нарушениями и профессионалов, и любителей футбола. А завершится эта футбольная юнифай-дестафета в начале июля. Грандиозным, как обещают, матчем в Москве. Марина Черных, Тагир-Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону.